Марина Литвинчук и Наделя Пешка не трапили на Олимпийский педестал. У финальном заезде на дистанции 500 метров белорусская байдарка «Двойка» показала шостый выник. Завтра Марина Литвинчук позмагается за выходу в финал с поборництва одиночок на этой же дистанции. Межтым протягивает при мать Виншаванне еще один спортсмен с Гомельской области Джавид Гамзатау. У споборництвах по Агре Карымской бородьбе у ваговой категории до 85 кг он завоевал бронзу. З узнагорода и спортсмена повиншавали президент Беларуси Александр Лукашенко и старшиня гомельского облаканкама Владимир Дворник. Джавид Урадженец Дагестана. У Беларуси докладний у Мазыр и он переехал в 16-годовом взросле. Займался в Мазырской спортшколе под керовництвом Малика Эскендарова. Гэтаж специалист узгадавал двухразового чемпиона света Алима Сялимова. Даревший Сялимов посприял переезду Гамзатова в Мазыр. Он звонит мне из Дагестана. Говорит, маленький, я хочу приехать к вам. Вы меня не знаете, я хочу приехать к вам. Я говорю, а кто ты? Я вольной борьбой занимаюсь. Хотел бы стать как Алим. Вот он чемпионом мира. Я тоже следом за ним хочу стать олимпийским чемпионом. Вы знаете, он подтвердил. Подтвердил. Красавчик, я скажу, другое слово нету. До олимпийского медаля высшейшим досягнением Гамзатова была бронза с усветного чемпионата 2013 года. На шляху до пауфиналу Олимпиады беларусь перемог китайца Пен Фея и аустрыца Амера Хрустановича. За право выступить в финале Гамзатов спрачался с украинцем Жаном Белянюком и соступил. У схватца за третье место беларусь ликом 4,1 перемог болгары на Миколая Байракова. Выступление больше чем удалое. Однако беларусы было по силам подняться и на больше высокую приступку пьедысталу. Еще за день, когда он взвесился, я уже сказал, что тут минимум полуфинал, а там и, возможно, финал. Джавид, я считаю, выполнил минимальную задачу. Не дотянул до максимума. Как бы ни было, он старался и завоевал то, что ему положено. Медаль, завоеванный Джавидом Гамзатовым, стал пятым ускорбонцы сборной Беларуси на Олимпиаде у Рео-де-Жанейро. Максим Савин, Максим Славин, телерадио-компания Гомель, препатрымцы телеканала Мазыр.